Здравствуйте! В эфире программа «Город действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами будем говорить о дорогах, о том, что уже наступила весна, уже теплые дни, и ремонтировать дороги самое время. Гость нашей сегодняшней программы, заместитель директора департамента строительства администрации муниципального образования города Костанадар, Борис Ухов. Здравствуйте, Борис Борисович. То, что мы уже начали работы по ремонту дорог, я имею в виду, там, ямочный ремонт, может быть, где-то чуть более серьезная работа, здесь совершенно понятно. Мы понимаем, существуют ли у нас уже планы, мы понимаем, к чему мы должны прийти. Или пока мы только формируем этот самый план, а ремонтировать начали, ну, уж совсем уж явные места. Ну, у нас план в объемах и в деньгах. Это чтобы было четко, ясно и понятно. Почему? Потому что разрушение покрытий запланировать невозможно. В планах у нас входит первая очередь, это в обязательном порядке восстановить магистральные дороги с интенсивным движением транспорта. А во вторую очередь заняться этими дорогами, которые не носят такой интенсивный поток транспорта, но тоже привести проезжие части в порядок. Чем мы сегодня занимаемся и, на мой взгляд, довольно-таки оперативно. Мы об этом отдельно поговорим, если сравнивать, допустим, весну 2016 года и весну 2015, может быть, 2014 года. Я понимаю, не такая суровая зима была в этом году. Вот, как бы это правильно сказать, дороги в каком состоянии, насколько они сильно пострадали этой зимой, если сравнивать прошлую или, допустим, позапрошлую? Или примерно это сопоставимые объемы и цифры? Нет, это несопоставимые объемы и цифры. Год на год не похож. Да, действительно, зима у нас была совершенно мягкая, отличная от других годов. Ну, я скажу, если вспомнить, лет 15 была у нас зима достаточно суровая, и мы вышли с громадными, с большими разрушениями буквально по всем дорогам. То сегодня, сегодня обычная ситуация, я скажу, рядовая, больших разрушений, в первую очередь, по магистральным дорогам нет, но имеет место быть там, где были у нас какие-то трещины, какие-то небольшие разрушения. И они сегодня уже требуют своего ремонта, потому что раскрылись, потому что стали больше, стали глубже. Прежде чем мы продолжим с вами разговор, давайте посмотрим сюжет, который готовила служба информации для выпуска новостей на нашем канале. Сюжет был в самом начале весны, если быть точнее, в самом конце зимы, когда к работам только-только приступали. Давайте посмотрим его. Краснодар готовится встречать весну. Синоптики обещают дождливый март, поэтому особое внимание городских служб приковано к ливневкам. Прошлогодние ливни помогли выявить самые проблемные улицы. Сейчас их отрабатывают в плановом порядке. Дважды в неделю подрядчики выезжают по заявкам от населения и прочищают стоки. Гидравлическая и вакуумная машины уже решили проблему на улице Солнечной. Напором воды вымыли листву и грязь из коллектора. Продолжается и борьба с несанкционированными канализационными врезками. Капризом марта готов весь парк водооткачивающей техники. Ликвидировать последствия возможных подтоплений в городе будут 25 машин. У нас благодаря единой диспетчерской службе города проводится и видеомониторинг, кстати, тоже проводится мероприятие по отслеживанию зон подтопления. В рамках контракта мы устраняем эти подтопления. Проводятся содержательные работы, ремонтные работы по обследованию и улучшению работ насосных станций. Пострадали этой зимой и тротуары. Подрядчики восстанавливают дорожное покрытие на 117 улицах, на отдельных участках которых есть провалы плитки или повреждения асфальта. На улице Селезнёва из-за просевшего покрытия образовывалась большая лужа. Здесь рабочим пришлось исправлять недочеты своих предшественников. На состоянии пешеходной зоны сказываются не только зимние перепады температур. Иногда проблему создают корни деревьев. А бывает, что и сами горожане не берегут бюджетные рубли, потраченные на благоустройство. Часто приходится сталкиваться с тем, что местные жители припарковывают свои машины на тротуаре, тем самым разрушая плиточное покрытие, так как тротуар не приспособлен для движения транспортных средств. Будь то это плитка, либо асфальтобетонное исполнение тротуара, неважно, происходит разрушение. В Карасунском округе уже приведены в порядок тротуары на Фадеево, Мачуге и Селезнёва. На Старокубанской работы продолжаются. Продолжаются и на улице Бабушкина в районе Рашпилевска. Я прошу прощения, вы начали говорить, зрители ещё не услышали. Вы начали говорить о том, что сейчас такие работы продолжаются и на Бабушкина. Да, на Бабушкина, Рашпилевская, там где у нас напротив, по-моему, торгового техникума, ну, зрел этот вопрос, там нет сегодняшнего прям провала или одномоментного разрушения. Просто уже... Есть тенденция. Есть, да, есть уже чётко видны разрушительные процессы многолетние, и на сегодняшний день вот весь этот тротуар меняют, ставят новую плитку, приводят его совершенно в нормальное, благоприятное состояние с тем, чтобы можно было и ходить, и радоваться глазом. Ну, вот по сюжету, если позволите, два вопроса. Первый, ну, вот, там, в начале марта мы ожидали дождливого, пока, слава богу, да, таких интенсивных дождей не было, успели ли почистить все ливнёвки, то есть готовы ли они к обильным дождям, это первая часть вопроса. И вторая, стоки, да, ведь после зимы многие из них разрушились, заменили ли мы вот эти решётки, насколько это действительно было проблемой? Это не было проблемой, проблема была только в одном, понимание и знание, получение информации, то есть обследование и видение объёмов выполняемых работ. То есть эти объёмы начались ещё осенью, когда у нас шёл листопад, когда возникала необходимость подойти к каждому колодцу, тогда уже были видны те проблемы, которые могут возникнуть, и тогда уже была начата эта работа. А в этом году, также продолжая исправлять выявленные те проблемы, которые были в прошлом году, также провелась и очистка, и вот, кстати, был сюжет, у нас улица Солнечная, ну, я добавлю к ней, что улица Московская в своё время, знаете, что мы там вынуждены были добавлять ещё один мощный насос, дабы убрать проблему на самой Московской, и тот ствол ливневой канализации, который у нас шёл дальше, куда сливается вся эта вода, он был уже достаточно загрязнён. В этом году его выполнили полную очистку, и плюс к этому, во время этих работ выявили проблему разрушения ствола, и её также заменили, сделали, то есть привели в порядок, в полный порядок в этом месте ливневой канализации. Ну и второй вопрос, связанный с сюжетом. Я прекрасно понимаю, мы сейчас занимаемся тем, что латаем вот эти ямы, да, восстанавливаем покрытие и так далее, а обращаем ли мы внимание вот на бордюры, да, через которые те же самые автомобили периодически паркуются, и они разрушаются, и вот эта вот прилегающая территория, может быть, не совсем асфальтированная в виде дорожек, да, ну, какие-то зелёные островки и так далее, на них мы обращаем сейчас внимание? Я скажу так, что в контракте по содержанию обязательно присутствует замена разрушенного, либо раздавленных бордюрного ограждения, то есть те бордюры, которые разрушаем, мы вынуждены заменять, это, кстати, сказать, что это не тот момент, когда от времени использования прошло разрушение, а это то, когда кто-то конкретно когда-то... Наехал, раздавил... Да, раздавил, разрушил, вывернул его из места закреплённого, где он стоял, и мы вынуждены, соответственно, тратить деньги и восстанавливать это всё, то, что можно было бы и не делать при нормальной пользовании этой инфраструктурой. Ну, зелёные зоны, это немножечко не наш профиль, но действительно их разрушают, и в этом плане мы уже который год, наверное, третий год в тех местах, где видим постоянные заезды в зелёные зоны, перегораживаем их, устанавливая столбики, препятствующие выезду с проезжей части в зелёную зону и на тротуар. То есть, я вот ещё хочу сказать, что действительно было правильно сказано, нерадивые жители города разрушают то, что создаётся для них. Почему? Также мы вынуждены тратить деньги и на ограждение тротуаров, препятствующих заезду транспорта и так далее. Те же столбики, да, те же бордюры, о которых мы сейчас с вами говорим. Да, да. Эти деньги могли бы пойти в совсем другое направление. Я думаю, что те люди, которые живут в Коснодаре, да, они это чувствуют и ощущают, они в конце концов это видят там за последние, ну, вот пять лет, совершенно точно можно говорить, да. Ведь достаточно большие объёмы работ по дорогам и по, не то что ямочному ремонту, по реконструкции, да, по замене проезжего полотна. Здесь и та же самая красная, не знаю, и северная, и октябрьская и так далее, и так далее. Улиц достаточно много. Мы тогда говорили о том, что есть определённые гарантийные сроки на эксплуатацию этого покрытия, что за счёт подрядчиков они должны их восстанавливать и так далее. Вот те гарантийные сроки, те технологии, которые мы применяли по прошествии там трёх-четырёх лет уже, я не знаю, где-то двух лет, они оправдывают себя или нет? Нужно ли на них возвращаться так же часто, как на других улицах? Нет, они действительно себя оправдывают. Работы производились достаточно качественно. Но те моменты, которые, можно сказать, что плохо сделали, разрушилось. Что-то где-то, как, например, последний ремонт прошлого года, была, так сказать, яма на Ставропольской, Старокубанской. Вот это как раз-таки результат того, что под проезжими частями у нас находятся коммуникации, и они не всегда в хорошем состоянии. Поэтому, делая ремонт верхних слоёв покрытия, мы восстанавливаем частично и основание, там, где оно просело, и выполняем весь комплекс работ по восстановлению покрытия проезжей части. А внизу-внизу, возможно, находится, уже подходит где-то, как-то разрушение какой-то коммуникации. Ну, такая же ситуация у нас была в прошлом году на Северной. Северную прекрасно выполнили работу, всё замечательно, всё сделали. А в одном месте, насколько я помню, Поседина, возникла необходимость проведения срочного ремонта по просевшим коммуникации. У нас тоже, наша компания, зрителям предоставляет достаточно широкий комплекс услуг. Не только интервью в студии, как в данном случае, но ещё и показ рекламы. Давайте сейчас эту рекламу посмотрим, а потом вернёмся к нашему разговору. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу. Ещё раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о том, как город пережил зиму с точки зрения дорожного покрытия, и как сейчас те проблемы, которые возникли, решаются. Борис Борисович, мне кажется, мы поговорили с вами достаточно подробно о том, как проводится ямочный ремонт. Скорее всего, мы ещё вернёмся к этой теме. Ну вот, на одну из улиц Краснодара я бы хотел обратить особое внимание. Это улица Тепличная. Там работы тоже в полном разгаре. О том, как они начинались, давайте посмотрим сюжет, а потом поговорим. Прошу. В Краснодаре начался ремонт улицы Тепличной. Рабочие приведут в порядок участок от Российской до улицы 1-го мая. Он один из самых оживлённых. Здесь находится школа и детский сад. И по этой дороге жители прилегающих микрорайонов выезжают на Российскую. Предыдущее покрытие было практически непригодно для проезда. И водителям приходилось искать объездные пути. Заезжали даже на тротуар, чтобы проехать. Такие ямы были. Делают, наконец-то, нам хорошую дорогу. Очень рады. Дорога была ужасная. Дети не могли добраться в школу. Не могли проехать просто машины, добраться до садика, до школы. Изменения я сегодня рада. Сегодня самый замечательный день. Из-за ремонта на Тепличной движение транспорта на отрезке пришлось ограничить. Строители полностью снимают верхний слой дороги, выравнивают поверхность, засыпают специальный грунт. И только потом будут класть новый асфальт. Однако это еще не все. Будет устроена новая шестиметровая проезжая часть. Она будет со всех сторон абордюрена бортовыми камнями. Будет ушили существующий тротуар. А также произойдет строительство нового тротуара на всем протяжении этого участка. Для того, чтобы создавать как можно меньше неудобств местным жителям, ремонтируемый отрезок разделили на три части. На каждой отводится неделя. Это если погода не внесет свои коррективы. Все работы планируют закончить уже в начале марта. Вот я так понимаю, что работы-то в основном уже закончены с улицы Тепличной. Это не совсем ямочный ремонт. Это такой хороший капитальный ремонт улицы. Я бы не называл его капитальным ремонтом. Но это действительно ремонт, в который входят не только верхние слои покрытия, но и основания. Почему это сделано? Я хочу сказать, что в городе еще достаточно тех старых дорог, как в этом месте, которые были на окраине, которые были построены фактически хозяйствующими субъектами, а именно колхозами, совхозами, для своих нужд. И не носили тот конструктив, который сегодня спокойно бы перенес те нагрузки, которые на них... Упали, что ли? Да, да, скажем так, упали. Таких дорог у нас, к сожалению, именно на окраине много. Такие же дороги и в этом месте дальше по Комарова. И Тепличная такая же мы приступаем сразу же после окончания... Ну, уже закончены работы по Тепличной, дальше приступаем к Тенистой. А дальше будем делать ямочный ремонт на Комарова. Ну, я хочу сказать, что такая же у нас дорога на поселок Индустриальный. Очень тяжелая, очень сложная ситуация с этой дорогой. Она, в первую очередь, связана с тем, что неожиданно мы в самом начале, так, два-три года назад, получили транзит грузового транспорта, который шел с востока на запад. Транзитного транспорта через город Краснодар. А в последующем, последующем, конечно же, развитие многоэтажного строительства в этом всем районе добавило свои проблемы. Вот я об этом хотел поговорить, да, вот сейчас не столько о ямочном ремонте, сколько вот как про улицу Тепличную. Я прекрасно понимаю, да, что сейчас кризис, и денег не хватает и в городе, и в крае, и в стране. Мы уже привыкли к достаточно большим объемам работ. То есть они будут продолжены в этом году? То есть мы... Не сильно ли мы сократим количество тех работ, которые были, я не знаю, по сравнению с прошлым, позапрошлым годом? Вот таких данных у меня еще нет, хотя мы готовы, подготовлены. И у нас, в первую очередь, есть объекты, которые нужно продолжать с прошлого года. Но на сегодняшний день у нас нет четкой финансовой информации, на которую мы можем рассчитывать и строить свои планы. То есть наши планы теоретически есть. То есть там документация, там понимание, что зачем это все есть, да? То есть осталось все с деньгами разобраться? Да, к сожалению, это так. Ну, не первый год мы рассказываем о том, что город в целом все дороги не тянет, и у нас созданы были программы краевые, основное финансирование шло из края. Вот сегодня пока у нас нет четкой цифры по софинансированию краевого, из краевого бюджета. Теперь, если позволите, я все-таки вернусь обратно к ямочному ремонту. Существуют какие-то определенные сроки, когда мы должны его закончить? Или это такой процесс, вот сейчас тепло, и есть возможность, давайте это делать, там до первых холодов мы это будем делать? Или все-таки какие-то сроки есть, там, не знаю, к первому мая закончить, или там, не знаю, к первому июня и так далее? В нормативах существует два срока. Подготовка дорог к летнему периоду и подготовка дорог к зимнему периоду. Но, к сожалению, такие вещи, как разрушение, могут произойти не только зимой, но и летом. Поэтому сегодня у нас стоит задача максимально то, что мы сможем сделать по своим мощностям. И по деньгам. И, соответственно, выполнить подготовку дорог после прохождения зимнего периода, с тем, чтобы летом было более удобно. Но это не говорит о том, что летом где-то не появится какая-то яма. Какое-то разрушение, скажем так. Яма это как-то не очень. И будем ли мы, запланированы ли деньги, запланированы ли работы, я не знаю, отыраны ли торги в отношении разметки? Потому что, да, асфальт, там где-то есть яма, это совершенно понятно, но ведь разметка-то сходит быстрее, чем разрушается асфальт. Будем ли мы ее обновлять? Да, естественно. Также мы запланировали работать и в весенние, и осенние периоды, то есть перед зимой. И сегодня, после прохождения зимы, после прохождения ямочного ремонта, восстановления покрытия, мы не только ямы делаем, а так, как, например, на тепличной, восстанавливаем целиком покрытие. Так мы сделали сегодня и на Российской, и на Красных партизан, и на Уральской, и на Дзержинского. То есть заходили и те квадраты, те площади, там, где это уже видны были разрушения, не просто ямка, а разрушения, которые могли принести в большом объеме потери проезжей части, проводили фрезирование и восстановление верхних слоев. Вот после всех этих работ мы планируем провести 100% нанесение линии дорожной разметки на проезжих частях. Но плюс к этому можно еще сказать, что у нас, слава богу, мы уже два года делая дороги укладываем на свежий асфальт разметку пластиком разных видов нанесения. То сегодня из экономии мы, естественно, там, где это все сохранилось и находится в нормальном состоянии, наносить разметку по пластику не будем. А там, где была краска, где она полностью уже сегодня, ну не полностью, она остатки есть, исчезла, мы по этим дорогам будем проводить, соответственно, работы по разметке проезжей части. Еще один вопрос. Я лично наблюдал это по улице Октябрьская. Я так думаю, что есть еще и по другим улицам. Вот на тротуарах лежат явно подготовленные такие блоки бетонные с крышками люков для замены. Это плановая замена или что-то случилось, с учетом того, что та же самая Октябрьская, не так давно там были ремонтные работы? Ну, ремонтные работы на Октябрьской были, по-моему, лет пять назад. Но даже не в этом дело. Дело в том, что под низом. Если мы провели работы, установили в отметках крышки люков, как положено, то ниже основания самой проезжей части, возможно, шли разрушения самого колодца и, естественно, просила и крышка люка вместе с обечайкой, создавая проблемы для движения транспорта, даже иногда и аварийные проблемы. На сегодняшний день мы, кстати, уже третий год применяем замену люков вместе с железобетонной плитой. Что это дает и что это означает? Значит, железобетонная плита укладывается и опирается на основание проезжей части. Если раньше, то крышка люка с обечайкой опиралась непосредственно на конструкцию колодца. Ну, эти конструктивы чаще всего разрушались, поэтому у нас люки падали. А в этом случае у нас уже есть достаточно хороший опыт. И мы уже в этом году, если мы раньше делали в ремонтах такую замену, то в этом году мы сделали в содержании замены провалившихся люков на устройство, замену их вместе с плитой, чтобы к нему уже не возвращаться. Через два месяца, через три месяца, через год. Ну что, спасибо большое, Борис Борисович, что пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, мы сегодня говорили о ремонте проезжей части на территории города Краснодара. Мы говорили о ямочном ремонте, мы говорили о ремонте более серьезном, о том, что в ближайшие дни уже начата и будет продолжена работа по обновлению разметки. Так что очень надеюсь, что к лету мы подойдем с красивыми, хорошими, отремонтированными дорогами. Но, опять же, все упирается в деньги. Гостем нашей сегодняшней программы был заместитель директора Департамента строительства Краснодара Борис Сухов. Еще раз большое спасибо. Только не начата еще разметка. А, разметка еще не начата, но в ближайшее время будет начинаться. Да, да. Ну вот и с этим разобрались. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. До свидания.